телеканал крт представляет скандальная господа третьякова социального комитета позавидовала деклара декларации на главы нацбанка да вот и она в очередной раз и скандалилась она заявила что у них очень маленькая зарплата вот третьякова говорит вы знаете депутаты насчитывают среднем 42 тысячи гривен в месяц брутто чем брутто это не группа музыкальная а вот брутто да то есть вот а после выйти то налогов они получают 32-35 тысяч вот и собственно грязными вот прямо вот надо было подчеркнуть что это грязные деньги не чисто грязными деньгами дальше она начинает подробности впадать здесь очень какие-то интересные правила начисления потому что зарплата мы получаем раз в месяц у нас нет авансов нас все время дергают за что вот это один раз в месяц месяц прошел ты получаешь 10 15 числа не успеваешь как-то сформировать свои расходы для того чтобы это делать ну и там она долго-долго жалуется и в общем требует чтобы подняли зарплату и в конце давать еще проституцию правильно она возмущается шоу платить как-то зарабатывать платят не своевременно и не два раза явно связано легализация проституции нехватка денег это просто мысли вот когда бы денег заработать чтобы такое придумать как работать работать после работы вот сейчас у вас вас спрошу я вам надо за запросы дам вот хитро я общалась с госпожей третяковой очень много раз на одном из телеканалов она часто приходила к нам вот искренне говорю как было тогда умнейшая женщина мало того что касается цифр социалки пенсионное забеспечение зарплаты раскладочки всегда как юлия владимировна любит так слайдики это все как надо да и всегда все было чутенько понятно и так доступно чтобы любому нашему зрителю с любым уровнем экономических знаний да было понятно и тут вдруг что-то происходит такое и и пани татьяна начинает мочить просто мочить и не только она но и другие здравомыслящие люди как вы думаете что это что за вирус что это что-то подмешивают конечно обязательно других объяснений я думаю у кого-то появляется корона то есть вирус корона он разный вот он раз вирус корона то есть бывает а у некоторых появляется и короны реальной диодема просто да я просто могу сейчас разрушить вот этот вот миф и наши вот такие конспирологические теории по поводу что там что-то распыляют да маленьким инсайдиком не могу назвать кто мне это сказал но один из ваших коллег не знаю случайно проговорился то ли просто уже набулило да и не знаю сколько это правда поэтому как бы скажу как есть за что купила за то продаю что на самом деле это все знаете как это падать на дурочку называется это падание на дурочку стоит определенных кэш как ты говорил поэтому чем больше и умели ты падаешь на дурочку тем более выгодной этой ситуации тем более обеспечена у тебя дальнейшая твоя жизнедеятельность уже как бы на пенсии мы знаем что пенсии сейчас как бы нам с вами точно не светит поэтому надо чаще падать на дурочку если мозгами заработать не удается надо падать на дурочку мозгами в этот момент работают другие пока те кто нужно падают на дурочку в информационно-развлекательных шоу да остальные те которые на умники они как раз тиснуть нужную кнопочку и стараются поменьше об этом люди говорили да ну вот такая вот есть инсайдерская информация насколько это правда ну жизнь покажет жизнь покажет у кого какой конверт через год посмотрим у кого какой кэш